Всем привет! Это технологии машиностроения и с вами я, Андрей. Сегодня я расскажу и покажу, как производят суда. Дело в том, что на прошлой неделе нас пригласили в Назию. Именно там находится одно из производств Кингисепского машиностроительного завода. Не буду томить, погнали! Разберемся для начала, что за зверь Кингисепский машиностроительный завод. Это отечественный завод-изготовитель дизельного, теплообменного и палубного оборудования и компрессоров высокого давления. КМЗ осуществляет все виды ремонта и обслуживания дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов. Занимается поставками, ремонтом и обслуживанием дизельных двигателей для инженерной, бронетанковой и судовой техники в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Так, например, совсем недавно Кингисепский машиностроительный завод отремонтировал двигатель для танкера Дубна. Также уже заложено 6 килей по проекту 3050.1 для речи «Вот путь» и в процессе реализации большое количество катеров РПК-640 для МЧС. Я думаю, понятно, что Кингисепский машиностроительный завод постоянно что-то производит, что не может не радовать. Сегодня я вам покажу одно из производств КМЗ, а именно производство в НАЗИ. Оно включает в себя производственный комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров. Это 10 цехов различного назначения. Мы побывали в нескольких из них. Начнем со сварочно-сборочного цеха. Тут происходит магия трансформации обычных листов в необходимые части катеров, кораблей, контейнеров и так далее. Например, сейчас вы видите уже заложенные килли для компании «Речь вот путь», которые мы уже вспоминали. Дальше у нас катера для МЧС. Именно здесь, из листов металла, благодаря сноровке и ловкости рук рабочих, происходит перевоплощение материала в корпуса кораблей. Благодаря ручной работе сотрудники вкладывают душу в каждый шов будущего катера. Нравится в моей работе то, что я из города Корабелов родом продолжаю. У меня 15 лет стажа на судостроительных заводах. Строил большие корабли, сейчас перешел на малое судостроение. Поэтому очень рад тому, что продолжаю морское дело, восполняем флот России. Поэтому очень горд этим. После того, как сварочные работы закончены, проведены все необходимые проверки, корпус отправляется в цех по производству маломерных судов. Тут нам дал небольшое интервью начальник сборочного участка катерного цеха Грачев Сергей. На данном участке мы собираем, ну, производим досборку, сборку катеров, подготовку к сборке. То есть люди задействованы на покрасочном участке, соответственно, сборочный участок. Наша задача у вас на сборочном участке, то есть собрать катер по техническому заданию, которое у нас заложено. Соответственно, установка всех комплектующих, трассировка всех палаток. То есть это все идет. Техническое оснащение всех? Да, все техническое оснащение идет как бы у нас здесь. Таким образом, в НАЗИ одна из веток производства полного цикла направлена на создание катеров. В данном случае для МЧС. Обучение сотрудников – один из важнейших элементов на производстве. Ему уделяется большое внимание. По словам начальника цеха сборки маломерных судов. Просто дать болгарку в руки, ну, либо он ее держит, либо он ее не держит. Потому что, допустим, воспитать полноценного хорошего специалиста требуются годы. Если научить определенным операциям хорошего, грамотного человека, который имеет маломерский опыт, вообще в работе, то достаточно двух-трех месяцев. Семь-пятью в Албу за столько лет я не встречал, чтобы пришел сразу. Знал, как построить весь катер от начала до конца. После того, как мы полностью прониклись с созданием катера и ознакомились с особенностями производства, наступило время обеда. На обед был вкуснецкий суп, мясо какого-то зверя и салатик весенний. Реально вкусно. Даже на заводе поработать захотелось. Далее мы посетили еще пару цехов, о которых расскажем в будущих видео. Давайте подрезюмируем. В итоге наша поездка в НАЗИУ была крайне продуктивной. Мы посмотрели полный цикл сбора корабля. От алюминиевого листа, который превратился в корпус, до полноценной интеграции оборудования на этот катер для МЧС. Катер, кстати, РПК-640. Если у вас возникли вопросы по производству или каким-то другим техническим моментам, обязательно пишите в комментариях. Также, кстати, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok